доброе утро сегодня будем с утра прям перебивать марину нужно перебить малину сахаром и залить ее и залить ее в бутылке потому что поехать пятигорск зачем я постоянно езжу в пятигорск по каким таким делам я вам не скажу вы не спрашивайте но если вы будете спрашивать как все равно не скажу еще нужно избавиться мне от слова паразитов так меня вечно все так 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 все у меня так что мы делаем мы пересыпаем малина не очень сладкая такая кисловатая прошлом году у них малина была прям отборная большая и медовая в этом году в этом году такая хорошая танцуля моя привет ой брызгает а все стены все в малине слушайте это же готовый смузи нужно сейчас пойду посмотрю если молоко можно сейчас малину с молочком смешать и будет смузи малиновый смузи затру быстро сахар на глаз я себе уже отложила без сахара с молоком на смузи вот так по банкам мы разливаем первый раз мы обычно ее свежую морозим а это что-то мама сказала перебей с сахаром и разлей по банкам наверно ягодка попала на проход плохо что ли перебила да вот ягодка попалась прям до краешков доливать не буду потому что заморозки она еще увеличится в размерах ну кого-то наш перстик там разрывается вышло у меня вот таких четыре вот небольших вот прилавчики цвет красивый на освежаешь я еще сегодня укладку не делала нужно быстренько пойти волосы в порядок привести уже ехать по делам очень вкусно переключимся так перебили слили бутылочки теперь эти бутылочки в морозильную камеру и зимой пользуемся и смузи делаем и желе всякие делаем кипятком заливаем малиновый чай пьем кому как нравится у нас же сегодня запланирован конезавод а у нас гремит как раз дядьку то такая вкусная прям медовая была сейчас что попробуем сейчас я наверное только пошла она наверно вся вкусная пока молодая она вся вкусная так так аккуратно обработана носики срезаны эти листья чистый прошлый раз взять приносил вся грязная была а это прямо молодцы продавцы то красиво сейчас мы пообедаем у нас пол четвертого экскурсия пойдем на экскурсию да мы приехали на конезавод а че они лошадки на выпасе он нам сказал пол четвертого время 1522 парковка забита как всегда так 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 где бы нам встать так нам сказали девчонки под ноги смотрите красота тут от твоего класса девочка какая-то занималась конной школе а твоя занималась ничего не видно что снимаешь то есть лошадки стоят арабской породы у них нас и видите такие специфические тут видно железка бестау и машук три горы с пяти видны не хотите девчонки сфотка любимка не хочешь сфоткаться чем ближе подходим тем такой запах специфический усиливается тиркумзавод основан 1889 году вход стоит 200 рублей на взрослого на литя стоят 100 рублей за кого вы не платили пожалуйста чтобы присели все в первом ряду и кто себя не уверенно чувствует лошадей просьба сразу меняйтесь лошади по своей натуре поцеполами четкого контура не видят при любой ваш взмах и покрик вас примут как опасность это первое второе при приеме лакомства у некоторых лошадей обильно будет выделяться слюна на которой можете смачкать вашу парадную лакомство моё дело будет выделить ваше дело сделается ответствующим я буду пытать далее видео фотосъемки разрешены снимайте на здоровье повторного кадра к сожалению не будет поставить умирши сфотографировать это же проблема внимания не лошади лошади специально для этих целей не обучаются поэтому не надо их провоцировать не на какие действия договорились дай, мама, хорячей ну что, начнем с первых две основания завода спасибо за что с ним завод занимается разведением чистотного характера хотя эта порода на территории России известна на новом форме приходится где-то на 16 век как правило эти лошади стояли в царских и боярских помещиях и ханюшнях использовались как улучшателю местных пород лошадей но в чистоте как таковой этой породы в России практически не занимаются граф Строганов один из первых кто попробовал разводить эту лошадь в чистоте на территории России и можно сказать успешно уже в сентябре месяце 1889 года непосредственно из Равицкого флота сюда поступают первые 25 побыл и шесть живых производителей к 900 году у графа Строганова насчитывается уже около 100 человек из них почти 50 шинематки 12 жеребцы-производители но остальное естественно молоденькие разного мозга помимо всего прочего граф Строганов занимался разведением полукровных лошадей то есть случал арабский зимцов с Кабарнинскими Карачаевскими Донскими получал улучшенную лошадь цель и задача это поставка лошадей к кавалерям не для кого не секрет что среди 20-х годов прошлого столетия конница оставалась основной ударной силой его государства на выставке в 1910 году проходившей в городе Москве естественно в Гронской выставке лошади графа Строганова были высоко оценены заняли первые места сам граф Строганов был награжден денежная премия в виде 7 евро митарским правительствам его лошади были рекомендованы для дальнейшего улучшения в целом инфраструктуре в России далее революция следом гражданская война завод полностью разорен все что уцелело на территории завода никакой племенной ценности не представляло это как следствие возрастные жильцы и конематки которые не могли оставить и второе рождение Кирскому кавалерному заводу пришлось на 1901 году 1921 года вот написали Семен Михайлович Григорьев декрет о восстановлении в целом Креподовые в России каждый регион каждый конный завод получает определенные породы лошади если взять для примера Ростовскую область они получают родную донскую породу лошадей немного числа храбийских лошадей если брать Краснодарский край они получают родную Черноморскую породу лошадей которую в дальнейшем не удалось сохранить а также чистокровных храбийских лошадей есть брать Ставропольский край в частности Терский конный завод мы также получаем две породы одна из них Стрелецкая вторая уже родная для конного завода чистокровная городская порода лошадей немного цепость от рассказа довольно таки часто задают вопрос откуда пошло название именно Терский конный завод от нас до берега все таки далековато по всей видимости название конного завода происходит от тех земель на которых он расположен расположен он на земной глуши войске Терского отсюда и пошло название конного завода ну и если вам когда-то и где-то приходилось встречаться с полным нашим названием всегда и везде пишут Терский конный завод номер 161 что означает цифр до середины 50-х годов прошлого столетия каждый конный завод имел военное значение название конного завода никогда не произносилось звук а называлось только цифр есть линия слава 169 рядом Холомовский 170 мало Карачаевский 168 и так далее на сегодняшний день цифры никакой акватории не имеют но как они были при государственных конных заводах так и по сторонам переживали все много разного времена были плохие были хорошие но всемирное слава завода начинает приходить в конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия когда небольшая группа наших лошадей впервые попадает в Европу и сразу же громко о себе заявляет кобыла на яд становится чемпионом Германии гребец старт чемпионом Бельгии и кобыла напрасно на возрасте 18 лет на королевской выставке в Великобритании становится чемпионом Великобритании для того чтобы приравнять возраст лошади человека лошадиный возраст надо умножить на 4 и получите примерно равное количество возрасте будем говорить прямо и открыто что кобыла напрасно на приклонном возрасте смогла победить в ренге молодых кобыл от 3 до 8 лет в Европе начинают много говорить и писать о наших коробах добавляют приставку руки и на сегодняшний день на сфере знают производителей лошади не достаток этой породы ее незначительные хорошие лошади средние большие составляют лошади бедвины никогда не придавали большого значения росту лошади а всегда большое значение придавали красоте и работоспособности лошади основные масти и цвета лошади это рыжая звезда и серая на серой мастер на более ярком прочитавительной и довольно-таки очень-очень редко бывает воронове то есть черное мастередка в арабском канедоводке желтые лошади бедвины считали если в семье рождается воронов жеребенок то это к счастью семье и до восхода первой звезды такой же ребенок будет уничтожен так что повезло у вас родился вороной ребенок на два три порядка дороже все проверим воронове воронове три я покажу которые едят в больном заводе в котором мы сейчас называем лаве лошади очень и очень межные нарядные красивые и более жесткие такие черты но эти лошади во время не особо высоко с ними как правило эти лошади имеют сравнительно невысокую работу черный порошок используем для краски и черный порошок используем для краски и вода не однократный победитель ряд традиционных призов на дорожках и подробных страны а также дорожках Европы из 20000 стартов побед победитель приза Песняра победитель приза Атуара победитель Большого Польца Галки перед Родиной очень и очень долго его отец Митагор от города на сегодняшний день стоит в Арабских Эмиратах производителем но пока мы также заметили что у лошадей с левой стороны в области холки то есть на спине имеется по 4 цифры надеюсь сейчас все видно первые 2 цифры это ННН под этими цифрами он записан в красном паспорте каждая четвертокромная лошадь имеет красный паспорт где дальше 3 цифры год рождения записываются все его отметины и записываются дальше 2 колен предков не каждый из нас похвалит сознанием своих предков дальше 3 колена ну и 2 последующие цифры означают год рождения каждой лошади если это было 08 тогда это перед этим было 14 2014 года рождения на вопрос кому сколько лет предупреждать самостоятельно вот перед вами напомнили появился фермер побед и однократный победитель ряда традиционных призов на дорожках ипподромов нашей страны а также дорожка и из 26 стартов имеют 12 побед всем побед победы ну вот мы остановимся на серой масте лошади это единственный мастик перевод по которой можно мастик на мастик так устроила мастик что все ребята рождаются мастик это понятно ребенок бы сразу был бы заметен любому хищнику легендарная мастик художниками и поэтами серая в яблоках мать это возрастной промежуток от 4 до 8 лет в 15 годах они все становятся белыми но по истечении пятнадцатилетнего возраста на множественных яблоках появляются а ты видел там дядя это лодка хлопает так ты слышал и что интенсивнее бывает они не так управляют ваш ад не так управляют но в 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 Бродяги и так далее компотент 3-е минуты, когда мы переходим к небу Всяная кричка лошади начинается с начальной выхода матери 2-е минуты, обедать вам начальная отца Ну а в данной минуте перед вами находится рыжий жирец по крышу, отопления на сутки не считайте, что это не столько-нибудь что на мороз, сначала отчет и на утра в мать Кличка лошади не должна повторяться 25 лет Мы выйдем Песня 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 Ну и довольно таки так же часто задают вопрос чем питаются лошади, что они едят как нам дают Песня 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 то знаете, где-то в третьем, четвертом, пятом колене там все равно будет присутствовать арабская кровь. Женщины, я же сказал, по проходу не ходим, не дай бог, сейчас не туда пойдет. Промажет мимо дверей и пойдет по горизонту. А вы с детьми там ходите. Ну, и сейчас перед вами на момент остается сдувать трехлетний серый жеребец под следующий сердат. И вы сейчас воочию можете убедиться, что насилия этой лошади не осталось темного волоска. Этот жеребец, не принадлежит верстому кладовому залогу, находится у нас в аренде, принадлежит раньше, мы говорили, бывшему будущему, затем нынешнему президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Этот жеребец и коблёв были преподавлены в аренде в 2004 году в отношении страны арабской эмиратуры. С лицом Макумова, это браще династии, арабской эмиратуры. Кобылов, как и положено женщине, находится на маточном табуне, занимается воспитанием ребенка. Жеребецкий центр, который находится здесь перед вами на муне. Для этого мы, конечно же, надеемся, что он повторит путь своего дальнего родственника, который к нам попал в 1963 году. Никиту Сергеевича Хрущева приглашает в страну Египет по поводу окончания строительства Асуанской флотины. Для тех, что Асуанской флотины строилась в натове сведения, при выведении, в целях развлекательных или познавательных, Никиту Сергеевича Хрущева приглашает посетить завод Эльзагра, занимающимся разведением через округлых арабских лошадей. Но все вы прекрасно знали, что Никита Сергеевич был правильный политик, в хорошей охоте, в ныне зерновой его существует, это не вообще происходящий, смотрел равнодушно и всякого интересного, и лишь напротив одного из серых жеребцов остановился, преподнес ему лакомство и произнес кроватую фразу. Это тоже в дальнейшем изменилось в ход истории конезоборности. Красивый жеребец взяли вместе с подальше. Который ренавтор «Девастор» на них у нас, лучшего завершавшего из конюшников и поднесев Дарвича Хрущева. Во всех международных столбуках и режименных книгах он записал как «Рапа». Но уже в самолете в честь асланской плотины его переименовали на «Фронов», и к нам в Советский Союз прибыл уже под кличкой «Аслан». Прожил на территории хозяйства более 26 лет, оставил около 300 потомков, из них 148 вошли в элиту мирового коридорода. На сегодняшний день его внук и правность проживают в 45 странах мира. В похороне здесь, как и все, нужно хранить особо выдающихся лошадей. По традиции жена в полный рост в дорогой пусте, в дорогой пусте и в дорогой расширтой похороне. Могила находится на братском дворе. Ну а при входе сюда вас встречали две бронзовые фигуры. Одна принадлежит кобыле натурщице, близкой к аталону арабской кобыле. Вторая была поставлена жрецу Асуана за тот вклад, который у меня с родителями не только канедоводца Терского оконного болота, но и всего канедоводца советского. Терского оконного болота 3А это арабская, палкикинская и английская порода лошадей. Сейчас мы вам показываем еще одни частокровные породы лошадей. Для нас эти две породы никакой временной сложности не представляют. Мы не занимаемся разведением ни частокровных, а палкикинских, ни частокровных лошадей. Здесь же мы специально для вас для того, чтобы вы их могли увидеть. Терского оконного болота но и частокровных, но и частокровных лошадей. Старая, сильнейшая на планете чистокровная палкикинская порода лошадей. Выведена в списках в Сортмени два антистрика в Санкт-Петербурге Как писала Санкт-Петербургская поэтесса Ирина Кленкина во палкикинской лошади воплотливаются кепард, змея и орел. За мягкий кошачий шаг сравнивают с лошадей. За длинную шею кофе битки сравнивают с змеей. За орлиной глазки брофель естественно сравнивают с орлом. Ну, о преданности и выносливости этих лошадей написано очень и очень много. Лошадь Александра Македонского по кличке Буцефал был также халпакинским директором. Воем принимал участие, отталкивал грудью и бил задом. В 1930 году в Советском Союзе на халпакинских лошадях проводился пробег Ашхабар-Москва. Общая протяженность штуки состояла 4200 километров. Лошади прошли за 84 дня. Пески каракула 360 километров. Лошади преодолели за 3 дня. То есть средний путь попуск лошади составит 120 километров в сутки. С ограниченным количеством воды и клонок. Вновь при главной ломене находился Буланы Диридевский послышний Дипер Шаэль, АСССР2 и Дипланун и Чистокромная послышнская порода. Внимание в произведении этой породы Это резвость. Все резвостные рекорды в мире за 7 километров принадлежат этой породы. Самые дорогие скачки призыва на этих лошадях Шестокромные Эрбийские лошади. Вы являетесь обладателем Чистокромной эрбийской лошади. И вам повезло вас пригласил шейха. Именно они отбирают 25 лучших голосов всего света. 2 минуты переживания Через 2 минуты вы становитесь миллионером. За первое место отводится 10 миллионов долларов А остальные 10 миллионов по убывающим до 6 миллионов Является Какие хорошие Это самые дорогие лошади на планете. Самая дорогая лошадь 20 столетия Продана в 1996 году Из США в Бразилию был продан жеребец Куйки Сэнджерс за 24 миллиона долларов Является Обладателем Чистокромной эрбийской кобылы И если у вас появилось желание получить потомство от такого жеребца То знайте Такая встреча вам обойдется Как минимум Как минимум Вот это уже останется Ну а сейчас перед вами На баниже находился Темно-темно гнедой жеребец По кличке Скутер Оставим вам струн И скобочки Чистокромной эрбийской лошади Ну и под зданием нашего показа и рассказа Обычно этим жеребцом мы заканчиваем показ Почему именно им? Потому что эта лошадь близкая к эталону арабской лошади Но ничего в мире не бывает Идеально Недостатки Да, он действительно имеет маленькую Тухую, широкую голову Как пашню Какие прочные Конечности Глядя на него Вспоминается старое Испанское башню Ничего нет Красивее На белом свете Бригада Подсолнула Парухами Танцующие Женщины И лошади Комнат Его моя хорутка Неоднократно победитель Ряды Традиционных Прыжал На дорожках Давайте Мы в силах Постараемся на них У каждого из вас Есть такая возможность Сфотографироваться с нынешним президентом России Сейчас мы его доставим Такого отможника И сфотографироваться с его лошадью Да Либо рядом с ним Ну как У возникнет желание покататься На этой лошади После фото Обращайтесь к анеклоту Здесь На манеже Вас и покатают За фото 100 рублей Сфотографироваться 100 рублей Прокатиться По выходу с трибуны Справа меня Сейчас открылся магазин Вон еще видишь Понравилось вам девчонки? Да Меня что удивило Что если Кличку лошади даешь 25 лет Этой кличкой не имеют права Никто называть Своих лошадей Я этого не знала Раньше Еще я получила большое удовольствие Не хватило Громкости А громкости не хватило Потому что Зал маленький Не зал А Ну Было бы неплохо Ну может быть это отвлекало бы Лошадей Столько много предупреждений было Резко не вставать Там где по залу не ходить Очень много предупреждений было Ну в первую очередь Это безопасность Потому что очень много людей Было с детками А тихо говорил Потому что в зале Разговаривали Он сколько замечаний делал Нет Нет И без замечаний И без этого Тихо Тихо Хотя бы пару рук Сделали Катать будут конечно не на таких лошадях Знаете? Ну да Тут скрещивают Арабскую породу И Карачаевскую породу Не знала что у нас тут арабы Выходят Последняя лошадь такая Самая резкая Резвая была Непослушная Может еще не объезженная Может характер такой у нее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok